Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего, мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительство в изгнании, независимую прессу и издательство, конфессиональное объединение. Наш подкаст «Зарубежье» – о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах – это тоже тема наших разговоров. Россия, живших в ней иностранцев – это тоже опыт с зарубежья. В минувшем веке писатель Стефан Цвейк своей «Шахматной новелле» написал. Но разве узкое определение «Игра» не оскорбительна для шахмат? Писатель был прав. Шахматы – это целый мир. Об этом мире и пойдет речь сегодня. Наш собеседник Дмитрий Плесецкий – советский и российский шахматист, журналист и литератор, мастер спорта СССР. Живет в Праге. Дмитрий, мне кажется, что шахматная каста в Советском Союзе – это была своего рода страна в стране. По каким правилам, по каким законам жила эта страна? Безусловно. Так сложилось, что в Советской России остался практически один шахматист мирового класса к 1920 году – Александр Олехин. Он сам настаивал, чтобы его называли именно Олехин, потому что он был дворянского рода. Это была одна из богатейших семей России. Ну, естественно, большевики отобрали у Олехина все. Он остался без всего. Работал переводчиком в Коминтерне и мечтал уехать за границу, чтобы бороться за перенство мира с великим Капабланкой. И в 1921 году ему это удалось сделать. Он женился на Коминтерновке Анне Лизе Рюик. И благодаря этому получил разрешение на выезд из России. И весной 1921 года покинул, как выяснилось, навсегда Россию и стал бороться за перенство мира. В 1923 году, когда образовался Советский Союз, был проведен такой всесоюзный съезд шахматистов, на котором избрали главой шахматного движения прокурора РСФСР Николая Васильевича Крыленко. И он был главой шахмат в России 15 лет, пока не был расстрелян. Еще один поворот произошел весной 1928 года. Олехин, наконец, выиграл у великого Капабланки и стал чемпионом мира. И в Париже, где он поселился, был огромный банкет с присутствием очень многих знаменитых эмигрантов. И якобы, в газетах это появилось, Олехин произнес фразу «Пусть миф о непобедимости большевиков развеется так же, как развеялся миф о непобедимости Капабланки». После этого Крыленко совершенно озверел, сделал передовую статью, что нам не по пути с Олехиным. Он наш враг, и он был вычеркнут отовсюду вообще просто. Вот это первый случай вычеркивания из текущих, так сказать, публикаций, из журналов отовсюду. Дмитрий, давайте переместимся в машине времени, в эпоху Холодной войны. Это 50-е, 60-е, 70-е, первая половина, 80-х. Чтобы стать выездным шахматистом, нужно было показать просто очень хорошие результаты в ходе соревнований, или нужны были еще какие-то свойства, качества человеческие? В большинстве случаев надо было вступить в коммунистическую партию. Например, Корчной в своей автобиографии откровенно признается, что я замучился с этими отказами в выезде. Он был уже там чемпионом СССР, двухкратным или трехкратным даже. И ему отказывали то в одном турнире, то в другом турнире. И он в конце концов вступил в партию, хотя это ему совершенно не нужно было по-человечески. И с этим стало легче. И Таль беспартийный, Михаил Таль, великий шахматист, тоже чемпион мира, он испытывал колоссальные трудности с выездом за границу. И в конце концов просто был вынужден пойти в услужение Карпову, стать одним из его тренеров. И Карпов получился его спасителем. Как бы стали пускать не только в качестве тренера Карпова, Таля, но пускать и просто играть за границу. Особенно в тех турнирах, где играл и сам Карпов. В Монреале, например, и так далее. Но когда появился на арене Каспаров в начале 80-х, Таля отошел от Карпова, сказав ему, извини, дорогой, но я не могу. Это уже два советских шахматиста. Я понимаю, меня там пригласили играть против Корченова, когда Карпов работал против Корченова. Давайте немножко вернемся назад в 1976 год. Я как раз пришел в редакцию журнала «Шахматы в СССР» в удивительный исторический шахматный момент. В этот момент Корчной остался в Голландии, попросил политического убежисти в Голландии в июле 1976 года. А через месяц уехал и Борис Спаский в Париж, женившись на француженке из русской эмигрантки. Она работала в посольстве Франции в Москве. Не было разрешения, но у Спаского были высокие покровители, и они, в конце концов, пробили Спаскому уникальное положение, которого не было до него, по-моему, ни одного советского человека. Он в тот момент получил двойное гражданство. И он спокойно жил в Париже, точнее, под Парижем в Медоне, продолжал считаться советским шахматистом. А Корчной на него, конечно, вылили ушата грязь. Его вычеркнули из всех энциклопедий, журналов, книг. И главное, что объявили бойкот на все турниры, в которых участвует Корчной. И более 30 турниров, может быть, 40 даже, он пропустил. А ведь для профессионального шахматиста, вы понимаете, это заработок. 5-6 турниров в год – это просто заработок. И поэтому, фактически, Корчному резко сократили возможности профессиональной жизни. И только благодаря истории 83-го года, когда Корчной должен был играть матч претендентов с Гарри Каспаровым, с молодым. А Федерация, ну, конечно, с помощью Советской Федерации сорвала этот матч, чтобы Каспаров не прорвался Карпову, не дай бог. Корчного уговорили все-таки сыграть матч, но в этот момент он сообразил молодец. Он сказал, хорошо, я согласен, но в обмен на отмену бойкота. Он согласился, и они в Лондоне в ноябре-декабре 83-го года сыграли матч. Каспаров выиграл в великолепном стиле, но Корчной получил свое. Все 80-е годы он в дальнейшем играл без всяких бойкотов, свободно в турнирах, где участвовали советские эгросмейстеры. Дмитрий, турнир – это своего рода марафон. Это не просто приехал, отыграл матч на стадионе и на следующий день улетел. Турнир – это, может быть, неделя, может быть, две недели. Как жили, какие свободы и ограничения были у советских шахматистов во время турнира? Это очень хороший вопрос. Во-первых, во всех поездках были руководители делегаций и даже заместители руководителей. Обычно это был работник КГБ, какой-нибудь офицер КГБ. И они тщательно следили за тем, чтобы не было никаких нежелательных контактов. Шахматисты прибегали ко многим уловкам, чтобы обойти вот эти жестокие правила. Например, хулиганы Таль и Корчной на Олимпиаде в Гаване в 1966 году ночью, когда все уже, команда легла спать, и КГБшники легли спать, они там тук-тук пошли в какой-то бар, в местный бар, тихонечко прокрались. И там случилась страшная беда. Таль стал ухаживать за какой-то кубинской девушкой, и парень врезал ему бутылкой по голове. Кровотечение, там скорая. Конечно, разбудили всех КГБшников. Там, кстати, все это огласка стали передавать по радио или по телевидению. Но, во всяком случае, произошел страшный скандал. Таля забинтовали голову, он весь турнир ходил уже с забинтованной головой. И после этого, конечно же, они с Корчным стали невыездными. И более того, великий Таль, чемпион, победивший Ботвинников в 60-м году, в 68-м году, когда команда ехала на следующую Олимпиаду, после Гаванской 66-го года, они ехали в Луган в 68-м. При обычном прощании в спорткомитете, когда руководство спорткомитета пожимает всем руки и говорит, победа вам, победа, Талев сказали в последний момент, Михаил Нехимич, а вам не надо ехать. А он тоже готовился, был со всей командой. А что такое? А там уже Василий Васильевич Самыслов Луган, он вас заменит. Вы не волнуйтесь, вы поезжайте домой, в Ригу. Все нормально. Это было невероятное унижение для великого шахматиста. И так продолжалось с ним не один год. Дмитрий, как советское руководство справлялось с этой проблемой невозвращенчества шахматиста, вот этого одиночки, да еще и чаще всего еврея, да человека непредсказуемого, человек, который своими мозгами, а не техническими сооружениями способен был строить свою жизнь и свою карьеру. Насколько власть боялась вот такого невозвращенчества великих одиночек? Знаете, до побега Корчнова летом 76-го года власть этого не боялась, потому что я тут отвечаю и на вопросы Игоря. Это действительно была каста, шахматисты были в очень привилегированном положении в Советском Союзе. То есть все были как-то устроены, и помимо турнирных гонораров они имели сеанс одновременной игры, лекции, то есть у них были устойчивые доходы абсолютно. И огромным лицемерием вот всей этой истории было то, что мы заявляли... Это спорта в целом касалось, что у нас нет профессионалов, у нас одни любители, тогда как все шахматисты серьезные были безусловными профессионалами, они занимались только шахматами. И вопрос был только в одном. Надо ли вступить в партию, чтобы иметь хорошие шансы на выезд? Или можно обойтись без этого? Смыслов, Василий Васильевич, глубоко религиозный человек, он никогда не вступал в партию, но у него тоже были высокие покровители. Если бы их не было, у него были бы свои трудности. Но покровители обеспечивали ему всегда свободную поездку. И отвечаю на ваш вопрос, Иван, хахматисты, особенно с начала 50-х годов, и дальше это тоже продолжалось, никогда не ездили в одиночку. Они ездили всегда либо по два, либо по три, по четыре, вот так. И всегда, даже при двух человеках, был руководитель делегации. То есть один из них, например, член партии, был Авербах, мой шеф непосредственно был многократно руководителем делегации. Он писал потом отчет. Это не обязательно был донос, но это был по дням, так сказать, расписанный отчет, что кто делал, куда ходил, и был ли он благонадежный. Но я вам скажу, в истории шахмат таких нарушений было множество, потому что шахматисты очень тоже хитрый народ. Я вам даже скажу то, что случилось с моим шефом Авербахом. Это невероятно, но факт. Он был дружен в молодости, еще до войны, с многолетним руководителем НТС Евгением Романовичем Островским, который взялся обсуждать им, Евгений Романов. Он создатель журнала «Граня», издательства «Посев», вообще знаменитый человек. Они были с молодцем дружны. И вот на турнире международном в Будапеште, это был международный, он вдруг поднял голову от Авербаха, поднял голову от доски и увидел стоящего Романова. А кругом КГПшники, извините, замруководителя, сам руководитель делегации мало чем отличается от зама, потому что он тоже боится, что его выверут. Но Авербах нашел возможность и в дальнейшем многие другие, нашел возможность встретиться, поболтать с ним. Через год тот приехал в Цюрих, где был турнир претендентов. Авербах опять с ним встретился. Жена Авербаха в ужасе, когда она узнала об этом, он ей рассказал, сожгла все письма между ними, которые были еще в ранние годы. И в дальнейшем, например, Корчной в 1974 году в Ницце встречался тайно с Геной Сосонко. Это выдающийся шахматный литератор, который живет уже 30 лет в Голландии. Он был тренером Корчного в Советском Союзе, Италия даже. Он уехал уже в Голландию в 1972 году по еврейской эмиграции. И они тайно встречались в обход всех этих руководителей, всех замов руководителей. Они выбирали место на окраине города и сидели там в маленьком кабачке, в пивнушечке, обсуждали свои проблемы. То же самое и в других местах. То есть, короче говоря, шахматисты обходили эти запреты вот таким способом. Понимаете, когда им нужно было... Более того, на Олимпиаде 1954 года в Амстердаме был такой страшный враг советской власти, гроссмейстер Федор Богатырчук, который жил в Киеве и ушел с немцами. Он работал в Красном Кресте, он выдающийся ученый, вообще был потом во Власовском движении, эмигрировал в Канаду. А в 1954 году он играл за канадскую сборную на Всемирной Олимпиаде. И наш шахматист Болеславский, который его знал по Киеву, они были просто земляками, он тайком встречался с этим страшным врагом. Об этом стало бы, конечно, много лет спустя известно. Но вот такие факты, они рассыпаны вообще по всей истории шахмат, как встречались с запретными людьми. Привет! Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джамполадова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников. Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов. Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш собеседник Дмитрий Плесецкий, советский и российский шахматист, журналист и литератор, мастер спорта СССР. Дмитрий, на шахматисток распространялись вот все эти правила или были какие-то нюансы? Нет, все то же самое. Это никак не связано с полом. Например, Елена Ахмыловская, выдающаяся шахматистка, которая, так сказать, она из Сибири вообще родом, я ее хорошо знал, неожиданно во время Всемирной Олимпиады, по-моему, если я не ошибаюсь, 88-го года, внезапно в середине Олимпиады сбежала. Это был шок, хотя уже вроде бежать не было и смысла большого, но она вышла замуж за американца, к сожалению, она недавно скончалась. Это была сенсация, но ее здесь совершенно никак не притесняли. Людям хотелось свободы, воздуха свободы, просто, мне кажется, без объяснений. Корчной тоже говорил, кстати, что в его бегстве не было политической основы. Он говорит, я видел, что меня убивают как шахматиста, а я хотел стать чемпионом мира. Кстати, в Голландии ему не предоставили политического убежения. Да, да, ему пришлось переехать в Швейцарии, и он получил гражданство в Швейцарии только спустя 11 лет. И когда Горбачев массово возвращал гражданство всем невозвращенцам в 90-м году, Корчной сказал большое спасибо и отказался. Потому что ему через год должны были дать швейцарское гражданство, и он его получил. А это было просто несвоевременно. Он опасался, что он не получит после этого швейцарское гражданство. Шахматисты отдавали себе отчет в том, что они играют, побеждают или проигрывают на фоне холодной войны? Шахматисты, вообще-то говоря, как дети. Это даже сегодня видно. Такие вот конформисты, которым все равно там фашизм или там что-то, если им за турнир платят, они просто играют и все. Поэтому я бы так сказал, что большинство шахматистов совершенно не думали даже об этом. А такие диссидентские настроенные шахматисты, например, Спасский, который играл мать с Фишером в 72-м году в Рекьявике, он был, безусловно, очень свободолюбивым человеком. Он понимал, что тогда, так сказать, великое противостояние СССР-США на шахматной доске. Но дело в том, что Фишер был тогда очень силен, и он прекрасно понимал, что с этим ничего не сделаешь. Это сводилось, в конце концов, к личному единоборству. Но, конечно, и в 72-м году в Рекьявике, Спасский и Фишер, и в 78-м Карпов-Корчной в Байгио это было великое политическое противостояние. Делались ставки именно политического свойства. Но сами шахматисты в первую очередь боролись за шахматной доской, потому что для них главное было это. Это фанатизм такой чисто профессиональный. Дмитрий, а сегодня? Ну вот, литераторы уезжают из России, мигрируют и объединяются. У них есть способ объединения. Журнал, газета, какой-то сайт, редакция и так далее. Музыканты тоже льнут друг к другу. А существует ли мыслям или понятие шахматного зарубежья сегодня? Шахматы — это отдельная каста и отдельная страна. Это очень правильная постановка вопроса. И Гарик еще давно говорил, что шахматы — это сколок общества. Действительно, вот здесь хороший есть вопрос, что же случилось с шахматистами шахматы после перестройки и свободы, так сказать. Они как из пульверизатора рассыпались по всему миру. Если сейчас... То есть колоссально. Это мы знаем только звезд. А если профессионально подойти, посмотреть всех, то это десятки, сотни, сотни, сотни. Это Америка, Канада, Германия, Израиль, Австралия. Не перечислились почти все европейские страны. Польша, Франция. То есть у них не было желания сохранять какое-то братство по предыдущей родине. Они все встроились в новую, в другую жизнь. И все абсолютно приняли правила и законы той страны, в которой они остались жить. То есть сейчас, например, у меня в Фейсбуке друзья по всему миру, благодаря тому, которых я знал еще раньше, когда работал в редакции. У них нет никаких объединительных мыслей. Шахматы воспитывают эгоцентризм невероятный. Человек думает только о том, что вот выиграть-то партию. Все, пошли все навек. Дмитрий, вот для дилетанта советские шахматисты – это одна единая шахматная советская школа. А были ли какие-то национальные особенности, например, грузинская школа или армянская, или украинская? Хорошо, вопрос. Дело в том, что само понятие советская школа – это глубоко искусственное такое образование. Совершенно придумано в какой-то момент, вот в разгар как раз идеологической борьбы, когда надо было сказать, что шахматы – красная пропаганда, как говорил Богданчук. То есть просто советские шахматисты стали заниматься шахматами гораздо глубже, чем это было принято раньше. Они целыми командами, бригадами работали, разрабатывали различные варианты, сидели там, мыслили на каких-то загородных дачах, там по 10 человек. Правда, больше в карты играли, но это замечание в скобках. И вот все это вместе впоследствии для солидности назвали советская шахматная школа. Тем более, что был Ботвинник великий, который как раз и писал, что вот мы создали советскую шахматную школу, которая тем-то и отличается, что у нас все солидно, все профессионально, у нас подход. Мы изучаем дебют, миттельшпиль, эндшпиль, мы все стадии борьбы изучаем. Вот это и есть советская шахматная школа. И потом советский шахматный мастер, мы неоднократно сами шутили на эту тему. И я шутил, что я проявил советскую шахматную школу. Мне всегда было интересно, кто играет в шахматы лучше – культурный, образованный человек или, может быть, гениальный дикарь? Об этом очень хорошо у Набокова в романе «Защита Лужина». Это общее развитие, к сожалению, это уже плод, так сказать, моих размышлений. Не очень, может быть, вообще никак не связано с умением хорошо играть в шахматы. Это какой-то дар просто. И это хорошо описано Набоковым. Дело в том, что были в шахматах такие диковатые люди. Например, вот великий Акиба Рубинштейн, он был из Лодзи, потом эмигрировал в Бельгию после революции. Он был претендентом на первенство мира. Были еще немножко сумасшедшие. Фишер тот же, Роберт Фишер, великий американский чемпион. Тоже был совершенно не от мира сего. Он ходил с Ришевским по набережной во время мезонального турнира 70-го года и говорил. Он бросил школу в свое время и говорил. Ты знаешь, говорит Сэмми, я сейчас читаю очень интересную книжку. Он говорит, какую? Это же «Майнкампф». Мне, говорит, нравится очень. Я, говорит, вот ее где-то нашел. Уже одна эта маленькая история говорит о его уровне развития. И это осталось на всю жизнь, к сожалению. Но зато он был гениальным совершенно шахматистом, непревзойденным по многим. То есть вот появился Каспаров. Это единственный, кто может спорить с ним по непревзойденности. Ботвинник считал, что надо иметь высшее образование, надо быть доктором наук. И Олехин также считал. Он был юристом и защитил диссертацию. Стал доктором права в 1926 году в Париже. Ласкер был доктором математики. Но со временем это снижалось. И нынешнее поколение шахматистов – это уже с высшим бессреднего в основном. Такие ребята, многие даже и не идут в институт. А потому что если ты на пять лет пойдешь в институт, ты уже отстанешь безнадежно. Шахматы помолодели. Тридцати годам ты уже старик. Поэтому они хотят в двадцать лет добиваться максимальных успехов. Дмитрий, нужна ли шахматисту Родина? Или зарубежье тоже подойдет? Безусловно, подойдет. Для шахматиста Родина – это шахматная доска и фигура. Ну и, конечно, турнирное помещение. Есть, конечно, отдельные шахматисты, которым важно быть здесь. И это видно и сейчас, и всегда было видно. Но очень многие... Я вам скажу, когда открыли выезд в начале 70-х годов по еврейской эмиграции, очень много известных шахматистов уехало. Это так не афишируется. Уехала Алла Кушнир, многолетняя претендентка на первенство мира, которая три матча с Ноной Гаприндашвили сыграла. Три. Выдающаяся совершенно шахматистка. Уехал Леонид Шамкович, Владимир Либерзон, Анатолий Лейн. Это все гроссмейстеры. Кто-то уехал в Америку, кто-то уехал в Израиль. И так далее. Тот же Гена Сосонко уехал в Голландию. Все очень по-разному. То есть шахматисты искали, я бы так сказал, свободу. И они искали тот вариант. Вот пример эгоцентризма замечательный. Они искали максимально удобные условия для их профессиональной жизни. Собственно, Икар Штой никогда не скрывал. Он сам заявлял. Я почувствовал, что меня душат. И я решил вырваться на свободу, чтобы свободно просто играть в шахматы. Все. И бороться за первенство мира. Он мечтал сыграть матч на первенство мира. Он даже два матча сыграл с Карповым. Но у него возраст был уже. К сожалению, он уже прошел золотой, так сказать, пик свой. И уже Карпов его обыгрывал. Ну, Карпов, выдающийся, конечно, шахматист. Что ж тут говорить. Дмитрий, огромное спасибо за беседу. Дмитрий, я правильно вас понял, что у шахматиста квадратная родина. Ха-ха-ха. Это очень хороший образ. Большое спасибо. Вы слушали беседу с Дмитрием Плесецким. Советским и российским шахматистом, журналистом и литератором. Мастером спорта СССР. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и Игорь Померанцев. Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok